Халид выходит из битвы с победой. С победой, потому что он смог выйти со своими воинами с самыми минимальными потерями. Затем вступил в новую битву вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, открывать Мекку. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, доверил ему один из походов на Мекку, чтобы он со своим войском вошел в нее. И Халид исполнил приказ. А мекканцы были не в силах противостоять уверовавшим, потому что когда приходит истина, ложь уходит. И как сказал Аллах в великие свои возвышенности, однако мы бросаем истину в ложь, и та разбивается и исчезает. Горе вам за то, что вы приписываете. И как бы ни возвысилась ложь, придет день, когда истина одолеет ее. При условии, что верующие будут всеми силами защищать эту истину. При условии, что мы будем держаться всеми силами за книгу Аллаха. Как Аллах заповедовал это Яхье, сказав, «О, Яхье, крепко держи Писание. Мы одарили его мудростью, пока он еще был ребенком». Затем Халид, захватив Мекку, вошел в нее. И тогда он вспомнил былые времена, когда увидел идолов, которых возвеличивают, и которым поклоняются помимо Аллаха. И куда же делся их разум? Они поклоняются истуканам, которые не приносят ни вреда, ни пользы, которые не дают ни жизни и не в силах воскресить. И он, вспоминая это, сказал, «Как мы могли говорить, «О, Уззо, пресвят ты, напротив, сейчас же я отрекаюсь от тебя, и вижу, как Аллах унизил тебя». И он преуспел по причине того, что принял ислам до взятия Мекки. И он восхвалял Аллаха именно за это, именно за то, что он принял ислам до взятия Мекки. Ведь сказал Аллах, «Не сравняться те из вас, которые расходовали и сражались до взятия Мекки, те в высшей степени, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее». И после этого ислам пережил тяжелую потерю, подобно которой не было и не будет. Это смерть посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Великая трагедия. В то время, когда верующие больше всего нуждались в нем, в преддверии формирования исламского государства. Молодое исламское государство пришло в растерянность от потери посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Однако мудрость Аллаха Великого в своей возвышенности состояла в том, что дело ислама не должно держаться лишь на личности пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Дело ислама не должно держаться лишь на личности пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И поэтому Аллах забрал его после того, как он завершил доведение послания. И научил своих сподвижников, как хранить и нести доверенные. И они на самом деле несли его достойно. Они взяли на себя ту ответственность, от которой отказались небеса, земли и горы. И когда весть о смерти посланника Аллаха распространилась, часть арабов отступила от веры. И не осталось ислама, кроме как в Мекке, Медине и Таифе. Отступили арабы от веры. После чего оставшиеся мусульмане оказались в затруднительном положении. Они тяжело перенесли смерть посланника Аллаха. А затем и вероотступничество арабов, и теперь против молодого государства объединились вероотступники. И дал им отпор в то время Абабакар, ази Аллаха, анху варда. И в каждую эпоху бывают свои мужчины. И из достоинства этой общины то, что Аллах послает для нее тех, кто обновляет ее дело. Обновляет дело религии. И Абабакар провел совещание со сподвижниками по поводу сложившейся ситуации. И кто-то из них посчитал необходимым выждать эту трудную ситуацию в Медине. И дождаться того войска, которое посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправил в поход во главе с молодым полководцем. Которому было всего 17 лет. Субханаллах! Полководцы – молодежь. Песцы – откровения – молодежь. Песцы и хранители сунны – молодежь. Субханаллах! Те, с кем советовались, тоже немало из молодежи. А где наша молодежь сегодня, когда они должны принять участие в важных делах ислама? Где наша молодежь сегодня, когда они должны принять участие в важных делах ислама? Сегодня наша община крайне нуждается в молодежи. В какой молодежи? в молодежи, которая воспитывалась на богобоязненности перед Аллахом и на его довольствие. Субханаллах! И в этой тяжелой ситуации Абубакр имел свою точку зрения. И она состояла в том, что необходимо защитить эту молодую религию любой ценой. Необходимо отстоять эту религию, как бы дорого не пришлось за это заплатить. Потому что путь Аллаха не поддается изменению и незаменим. И Аллах никого не принижает при оказании помощи религии. А напротив, Аллах говорит в своей книге, «Если вы поможете Аллаху, то и Аллах поможет вам и укрепит ваши стопы». И когда Абубакру указали на мнение о необходимости переждать, пока все утихнет, он ответил, «Клянусь Аллахом, нет, этого не будет. Я буду сражаться с теми, кто будет различать между намазом и закатом. Я буду сражаться, если они откажут даже в ремешке верблюда, который они выплачивали посланнику Аллаха. И я не допущу, чтобы религию разбирали, пока я жив». И Аллах спас эту религию посредством Абубакра, рады Аллаху, анху, вардах. И тогда Абубакр начал готовиться к походу, сказав, «Отряд Усамы выйдет на поход, а остальные ждите в мечети и готовьтесь к выходу». И Абубакр вышел вместе с ними, чтобы вдохновить их и придать серьезность и важность делу, чтобы мусульмане видели, что дело значительное и принципиальное. И в первых боях они добились победы, и Абубакр вернулся в Медину, чтобы вновь подготовившись выступить. И сказал Али и старший из подвижников, «О Абубакр, мы говорим тебе то, что тебе говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в день Охуда. Не заставляй нас горевать по причине тебя. Не заставляй нас горевать по причине тебя». И когда его уговорили, он остался в Медине вынужденно, но вручил знамена и отправил с подвижника во все стороны арабского полуострова. И пока войско не тронулось, он сказал, «Я слышал, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, «Прекрасный раб Халид ибналь-Валид и прекрасный брат Халид ибналь-Валид, он меч из мечей Аллаха, которым Аллах наказал неверных». Когда Халид услышал это, то эти слова, словно лекарство, пролились в его уши. «Меч из мечей Аллаха, которым он наказал своих врагов». И в это время все силы вероотступников собрались, и их дело стало приобретать размах. И отступил от ислама тот, кто отступил. И самое большое объединение вероотступников было на земле под названием Ямама, земля народа Мусайлимы. Это был лжец, который объявил себя пророком, да накажет его Аллах по заслугам. Он сумел собрать более 40 тысяч человек. Ему сопротивлялось одно из войск мусульман. Но они не устояли перед ними. И тогда Абу Бакр сказал, «С этим не справится никто, кроме храброго Халлида». «С этим не справится никто, кроме храброго Халлида». Когда же узнают мужчин? Узнают тогда, когда наступает тяжелое и опасное время. И Аллах Велик Он и Возвышен говорит, «Если же дело решено, то для них будет лучше быть верными Аллаху». И тогда Абу Бакр направил Халлида на сражение. И Халлид собрал все армии. И объединил их ряды. И поднял боевой дух. Призвал к самопожертвованию и расходованию. И полная отдача делу. Ради того, чтобы слово Аллаха было превыше всего. Сподвижники не выходили, кроме как ради этой цели. И сказал Аллах, а также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и его довольству. И помогают Аллаху и его посланнику. Они являются правдивыми. А те, которые жили в Медине и обрели веру до них, любят переселившихся к ним. И не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если сами они нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. И разве это относится только к ним? Нет. Это относится ко всем, кто последует по их пути. Как сказал Аллах, И после этого началась жестокая битва, подобно которой не было до этого. И когда арабы встречаются в бою с арабами, то то, что там будет происходить, сложно представить. В том бою отрубали части тела и головы. Внутренности вываливались наружу. Кровь текла реками. И тогда Халид увидел признаки поражения мусульман. После чего начал искать причину и нашел. Причина была в том, что у мусульман начал слабеть дух ответственности. Ослабел дух ответственности. Сегодня же этого духа вообще нет в жизни мусульман. Кто-либо отозвался на стоны мусульман, доносящийся с разных концов света, сказав, «Я решу это». Кто действовал согласно словам пророка саллиллаху алейхи вассалям? Каждый из вас пастырь. И каждый ответственен за свою паству. Кто-либо взял на себя ответственность исправить происходящие вокруг проблемы. Для этого и нужны мужчины, которые будут верны своему договору с Аллахом. И тогда Халид разделил армию. Отделил мухаджиров от ансаров. И поставил сыновей под знамена своих отцов. И сказал, «Сегодня мы узнаем пораженцев». «Сегодня мы узнаем пораженцев». И тогда боевой дух у воинов стал подниматься. И тогда они начали сражаться, убивать и отрубать головы. Начались разноситься такбиры, и слова свидетельства, и читаться аяты, «О те, которые уверовали, когда вы встретитесь с неверующими на поле битвы, то не поворачивайтесь к нему спиной. О те, которые уверовали, будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, быть может вы преуспеете». «Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите им головы, когда же вы ослабите их, то крепите оковы, а потом или помилуйте, или же берите выкупы до тех пор, пока война не сложит свое бремя. Вот так. Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха. Он поведет их прямым путем, исправит их положение и ведет их в рай, с которым Он их ознакомил. «О, те, которые уверовали, если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы». Читались эти аяты, слова свидетельства, возвеличивания, и поднялся боевой дух сподвижников. И тогда они ощутили благоухание рая. И они сражались достойно, нанося поражение и раны противнику. И все это ради того, чтобы слово Аллаха было превыше всего. И это продолжалось, пока Мусайлима со своей армией не укрылись в саду смерти. И видя эту картину, молодые сподвижники еще больше вдохновились. Молодые сподвижники еще больше вдохновились и стали жертвовать своими душами ради победы этой религии. Поистине они соперничали, чтобы встретиться с Аллахом. Если ты в силах, чтобы тебя никто не опередил в этом, то сделай это. Сделай это сегодня, если ты в силах сделать это. И одному из сподвижников сказали на поле боя, будь осторожен, я опасаюсь, что враг проникнет с твоей стороны. И тогда он ответил, какой же я носитель Корана, если враг способен проникнуть с моей стороны? Какой же я носитель Корана, я или кто-либо другой, если дам пройти с моей стороны? И один из них выкопал яму в земле для ног и сказал, клянусь Аллахом, я не скажу ни слова, пока не встречусь с Аллахом. И мой довод перед ним будет на мне. И когда Мусайлима и его войско спрятались в саду смерти, они посчитали, что они в безопасности от храбрых сподвижников. И Халид ибн Аль-Валид воскликнул, где же ты, о юнец из ансаров? Альбара ибн Азиб, рады Аллаху анху вардах, был худощавым. Альбара ибн Азиб, рады Аллаху анху вардах, был худощавым, но был силен иманом в сердце. И он был первым, кто бросил себя на явную смерть ради религии Аллаха. И он сказал, поднимите меня на копья, поднимите меня на копья на моем щите, а затем бросьте в сад, чтобы я открыл ворота. И тогда его подняли на копьях и бросили через забор сада. Либо победа, либо шахада. Либо победа, либо шахада. И он один, будучи худощавым, сражался у ворот, чтобы открыть двери, до тех пор, пока не открыл. И на его теле насчитали более чем 80 ран мечами, копьями и ножами. И тогда сподвижники вошли добивать остатки вероотступников, пока не нанесли им поражения. И тогда народы убедились, что за этой религией стоят мужчины, верные своему договору с Аллахом. И только тогда это чума вероотступничества закончилась, которая чуть ли не покончила с исламским государством. И тут завершилась битва. Но для Халида она еще не завершилась. И Халиду предстояло сражение в другой битве. Абубакр посчитал необходимым показать римлянам и персам о существовании мужчин среди мусульман. Так как они посягали на мусульманские поселения и послов. И тогда он отправил армию в Ирак и Шам. Назначив Абу-Убейду и других больших сподвижников полководцами над большой армией. И Халид достиг Ирака. Когда он дошел, он начал писать послания к правителям и предводителям Ирака. И из того, что он написал, было, кто совершает намаз, направляясь в сторону запретной мечети и есть из наших жертвоприношений, то ему будет то же, что и нам. А иначе... А иначе же... И обрати внимание на следующие слова. А иначе я приду с людьми, которые любят смерть больше, чем вы любите жизнь. И они желают Ахира больше, чем вы желаете Дуни. И это разница, которая между нами и ими. И был правдив посланник милости и прямого пути, когда сказал, против вас соберутся народы, подобно тому, как едоки собираются вокруг еды. И сподвижники спросили, о посланник Аллаха, это из-за того, что нас будет мало. И он ответил, нет, напротив, вас будет очень много, но вы будете подобно соринке в потоке. И Аллах уберет из сердец ваших врагов страх перед вами и вселит в вас вахн. И сподвижники спросили, что же такое вахн, о посланник Аллаха? И он ответил, любовь к мирскому и страх перед смертью. Это и есть та болезнь, от которой страдает эта ума в наши дни. В то время, как когда Абубакр отправлял гонцов и армии, говорил им слова, которые мы по сей день не поняли и над которыми не размышляем. Он говорил, стремитесь умереть и вы приобретете жизнь. Стремитесь умереть и вы приобретете жизнь. Субханаллах! Субханаллах! Они стремились к смерти и взамен получили правление над Западом и Востоком. И Халид начал успешно завоевывать Ирак, начиная от Зат-Уль-Ас-Саласль, заканчивая самыми окраинами Ирака. И к тому времени римляне начали мобилизовать свои отряды. И эта новость дошла до Абубакра. И тогда он сказал, «Нет для этого дела никого, кроме Халида. Нет для этого дела никого, кроме Халида. Клянусь Аллахом, я заставлю их забыть о наущениях относительно нас посредством Халида ибн-Аль-Валида рады Аллаху анху». И тогда он отправил гонца с письмом, приказывая Халиду отправиться из Ирака в Шам. И когда письмо дошло до Халида, он преодолел расстояние от Ирака в Шам за короткое время, что еще никому не удавалось. Подготовившись к самопожертвованию и полной самоотдаче, какова бы ни была цена. И Халид успешно дошел до Шама, объединил ряды и привел войска в порядок. Почитал им слова Всевышнего и сделал дуа. Напомнил им о награде того света, напомнил им о достоинстве шахидов, о том, что Аллах уготовил для них в раю из благ. Он напомнил им про их договор с Аллахом, о том, что они продали свои души, и Аллах купил их у них взамен на рай. И как велика эта сделка быть верным договору с Аллахом и держать обещания перед ним. И кто более верен своему обещанию, кроме Аллаха? Как сказал Аллах, таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает своего обещания. И Халид напомнил им об Аллахе и сказал, это день из дней Аллаха. Сражайтесь только ради Аллаха, сражайтесь только ради Аллаха. Будьте искренними и стремитесь к вечной жизни, и не желайте власти этим сражением. И он призвал их, чтобы они не стремились к власти. И сказал им, власть между нами и каждый из нас ее получит, когда придет день. И они подумали, что битва затянется надолго, на очень долго. Представь эту картину «Да храни тебя Аллах!» Громадная армия из неверующих, численностью более 140 тысяч, а с другой стороны по сравнению с ними маленький отряд, который не превышает 30-40 тысяч человек. Но сердца их переполнены верой. Вечером, читая Суру Анфаль, выстаивали молитвы ночью. Читая Суру Анфаль, готовились и пополнялись стойкостью для самопожертвования. Ведь Аллах обещает стойкость и помощь, если они будут смиренны. Как сказал Аллах, вот вы попросили своего Господа о помощи. И Он ответил вам, я помогу вам тысячу ангелов, следующих друг за другом. Если у них будут бомбы, пушки и танки, то нас же Аллах поддержал посредством Исрафиля, Микаила и Джабраиля, то нас поддержал Аллах своими ангелами, которые сражаются наряду с верующими. И что же сделают они с войском Аллаха? Махан, один из полководцев неверных, он увидел в лицах сподвижников храбрость и смелость. И он задумал избежать кровопролития. И он сказал, можем ли мы поговорить ради избежания кровопролития? И тогда Халид встретился с Маханом, и они встретились, и между ними состоялся диалог. И Махан начал и сказал, до нас дошло, что вас не вывело из домов, кроме как бедность, голод и нужда. Если вы хотите, мы можем дать вам еду, одежду, и каждому по 10 динаров золотых. Так же дать каждому из вас по верховому животному. И если хотите, вы можете прийти в следующем году за тем же самым. И он попытался подорвать величие мусульман. И едва ли это удастся, ведь это величие, которое исходит из слов Аллаха. И едва ли это удастся, ведь это величие, которое исходит из слов Аллаха и пророческого света. И тогда Халид сказал ему, клянусь Аллахом, мы не пришли сюда за едой или за питьем, или из-за бедности, но мы народ, который любит пить кровь. И до нас дошло, что кровь римлян самая вкусная, и лишь из-за этого мы пришли сюда. Затем Халид воскликнул такбир, и прокричали такбир мужчины. Затем Халид воскликнул такбир, и прокричали такбир мужчины. Затем начался жестокий бой. Мечи рубили головы неверующих, как сказал Аллах, вот твой Господь внушил ангелам, я с вами, укрепите тех, которые уверовали, я же вселю ужас сердца тех, которые не веруют. И начали проявляться признаки самопожертвования среди сподвижников. И один из мужчин сказал, о Абу Убейда, я решительно хочу получить шагаду. Я решительно хочу получить шагаду. Хочешь ли ты, чтобы я что-либо передал пророку саллиллаху алейхи вассалям? И тогда Абу Убейда сказал, передай посланнику Аллаха саллиллаху алейхи вассалям от меня салам и скажи ему, поистине мы нашли то, что Аллах обещал истиной. Передай посланнику Аллаху поистине мы нашли то, что Аллах обещал истиной.